Привет, зритель! Любишь пустые баночки, но не умеешь читать название роликов и сюда внезапно тнулся? То welcome to hell! Сейчас тебя ждут вот в этом и в Рашевской сумочке пустые баночки Котября 2022 хода. Да, именно Котября. У меня тут не то, чтобы овер дофига баночек, но прилично. Начну с этого, потому что это хоть и пустая баночка, но я её заюзала лично для себя. Тут даже где-то есть коробочка. Вот сейчас покажу, как оно в коробочке было бы. Это со мной как-то сотрудничал менеджер компании российской ГРВ. Где-то так 1,5 того, что было из всего, что было, мне понравилось. И вот это как раз 1 часть той, 5-й. Шарм дезодорант. Для мужчин и женщин универсальный. Вот в такой коробочке. Природные активные ингредиенты. Алюмо, калиевые, кварцы, минеральные, соли и алоэ вера. Ну, тут, короче, вода, алоэ вера, что-то вообще дофига всего. Тебе интересно, просто глянь на сайт. Я оставлю ссылочку в инфобоксе на это счастье. Может, тебе захочется, и ты приобретёшь коробочку. Упала, возможно, было слышно. Короче говоря, вот такой вот спрей. Ты не смотришь, он вроде как не пустой, потому что он уже не пустой. Я его заюзала под свой самопальный дезик. Я думала, что тут только вода и мятное масло. Ну, там много всего, на самом деле. И вот тут одно животное прискакало ломать конструкцию, которая стоит там, вот два штатива на одном камере, а на другом кольцевая лампа. Короче, очень классный дезик, на самом деле. Вот этот Део Шарм от Гринвей. Хороший, клёвый дезик вообще. Ну, на жару он, конечно, тебя не спасёт. Но вот когда не супер жара или в другое время года, вообще погода. Очень хороший, с плейком таким. Ну, я не пару пшиков. В смысле, не по пшику, я там 2-3 пшика иногда делала. Хороший, мне очень понравился. Хорошая вот эта штучка. Сейчас, может, кого-то напугаем. Да, вот не это, не шастай тут нафиг, блин. Камеру не ломай мою. Она дорога мне, как павить. Я такую уже не осилю в ближайшие пару лет. Да 10 вообще хрен знает когда. Ну, короче говоря, этот хороший дезик. А я сюда в итоге залила воду фильтрованную и эфирного масла от души матного капнула. И он, вот если тебе лениво покупать такую штуку, а хочется, и вообще ручки такие чешутся, что-то такое создать самой, самому, самим. То, в общем, если ты фанатеешь по-сделай-саму, то вот аниме, кстати, клёвое сейчас идёт, он Гоинг, сделай-саму. Или что-то в этом роде. Короче, вот ты можешь обычную воду смешать с эфирным маслом мяты. Ништяк вообще. Никаких разводов, ничего, впитывается всё нормально, не ощущаешь никакой пота и ощущений пота или запаха пота. Всё ништяк. Единственное, что принимай душ минимум раз в сутки. Тогда тебе вообще будет ништяк. А если вот, ну, в других местах, ну, как бы я не пробовала не принимать ни душ, ну, в смысле минимум раз в сутки, и вот с этой штукой всё нормально. Просто я думаю, что потом оно уже вряд ли будет больше суток действовать. Хорошая штука была. И хороший флакончик стеклянный можно заюзать потом. Так, спасибо, значит, Greenway. Ещё у нас тут Greenway. Charm. Шампунь для блеска и объёма волос. Значит, он сначала супер-таки, объёмный волос, офигеть, ближайшие часов пять, потом такое ощущение, будто ты их никогда не мыл. Или мыл неделю назад, если они у тебя жирные. Или я вообще, не знаю, месяц не мыл их. На следующий день я вообще молчу, потому что к вечеру они уже такие. Можно этим волосяном, этим салом на волосах испачкать подушечку, на полочку на подушечке. Да вот, знаю, так вот делаю. Когда смываешь этот шампунь, он требует к себе особого отношения и требует бальзава. Бальзава у меня пока в запасиках лежит, потому что мне он как-то, ну, я не поняла его. Мне напоминают мои хреновые эксперименты с мылом, когда масло какого-нибудь эфирного и неэфирного дофига нафигачил, кучу всего такого, добавил в это мыло. И оно нифига не мылится. В смысле, вроде как мылится, но нифига не пенится. И вроде как мыло, и при этом, как не пойми чего. Вот это вот такое вот. Я теперь знаю, что раньше я создавала бальзамы твёрдые для волос. Спасибо, Гренвей. Теперь я это. Теперь я знаю, что те неудачные эксперименты с мылом, это на самом деле были бальзамы для волос. Твёрдые. Короче, когда ты им поможешь голову, ощущение, что вот волосы настолько высушенные, что вообще, мама, не горюй. И хочется чем-нибудь увлажнить их. И, видимо, на помощь тогда придёт этот бальзам, который не помешал. И даже вместе с ним всё равно волосы спустя 5 часов уже будто ты их никогда не мыл. Короче, я сначала ему давала шанс, он вроде как это у меня пошёл. Я делала всякие специальные отвары. Ну, зверобой вот мне помогал. Отвар со зверобоем, я мыла им волосы и этим шампунем заодно, и вроде как всё нормально. А потом я поняла, что у меня волосы, такое ощущение, будто из них вынули всю возможную силу. И они вот с каждым помылом всё хуже и хуже становятся. Не то, чтобы я линять стала как-то так вот, чтобы у меня там, как у некоторых товарищей, забивающих на свою внешность, лысина объявилась. Лысина не объявилась, но волосы были в таком состоянии, будто я вот, ну, не мыла их вообще. И я подумала, а что, как бы твёрдый шампунь – это, по идее, мыло кусковое. И я решила его помылить. Ну, в общем, оно у меня смылилось, как мыло. И как мыло оно, ну, ерунда. Наполз на масло, и, короче, не советую. Нет, я могу врагу посоветовать. Вот враг, если ты меня смотришь и думаешь, чего бы ещё такое напакостить, Лёля, купи себе такой шампунь. Может, тут камера этот, фонарь мой как-то суперяркий, может его слегка как-то уменьшить эту яркость. Фонарь я так давно с тобой не снимала. Вот уменьшу яркость. Вот, уменьшила яркость, чуть-чуть прибавлю. Вот, вот такой вот. Вот оно, вот. Даже, может, ещё чуть-чуть уменьшу яркость. Ты не поверишь, зритель, я ведь такая сонная муха. Я еле себя выпинала. Выпинала сюда, я с кухни пришла, включила комп, чтобы исправить опечатку, которую я увидела в комментарии, который оставила комментатору, любителю. Ну, есть у меня зритель такой, он любит на велосипеде ездить без седла. И вот он мне оставил комментарий, я смотрю, что я, там какая-то ЧП, Т-9 у меня сработала. Думаю, надо включить комп, подредачить. Иду, вспоминаю, что у меня тут всё приготовлено снимать обзор, а я как варёная муха. Не варила никогда муха. Ну, короче, вот такая варёная. Так вот, враг, если ты меня смотришь, советую я тебе этот шамбунь. Ну, может, кому-то подойдёт. И это. Он ещё что, я им перестала пользоваться, когда за волосы. В общем, он как-то стал крошиться, настолько крошиться, что я вроде волосы промыла, они высохли, я расчесываю, а там какая-то мыльная фигня осталась. Да точно такая же мыльная фигня может остаться, если я как-то вот специально какое-то супердешёвое мыло, которое мне одна подписчица дарила. Но очень супердешёвое, очень большое, экономичное, его дофига на долго хватает, оно трескается и размокает. Я его как-то измельчила, залила водой, и оно такое в кашицу превратилось, но там какие-то кусочки не растворились. И вот эти кусочки у меня как-то были на волосах. Так это я специально сделала, не особо напрягаясь, чтобы что-то было всё ровное и такое вот кашеобразное. А тут как бы оно немало денег стоит. В общем, параша полная. Следующая параша полная. Тоже Гринвэй. Российская косметика. Лучше бы они свои потуги направили на что-то одно, что у них реально хорошо получается, чем вот на всё подряд, чтобы обхватить всё много. Когда я пытаюсь обхватить всё много, у меня случается 100-500 гигов несмонтированного материала. Здесь видео я буду молчать, из какого. У меня есть первое видео с этой камеры с 18-го года, с сентября. И мне кажется, может, конечно, я его выкладывала, не помню. Но мне кажется, я его ещё не выкладывала. Так вот. Это бывает, когда на много всего размахиваешься. Мыл для рук манго. Тоже серия Шерм. Оно уже, ну, тут, соответственно, пустое. Вот то с виноградом, оно дофига воняло виноградом, когда я его мылила. Потом оно выдохлось, как-то не воняло. Это не мылится. Пену оно не даёт. Оно не мылится ни хрена. Но оно хотя бы не размокает. За пару помылов у него весь этот жёлтый цвет манго смылся нахрен. Оно не пахнет манго. Оно не пахнет. Оно ничем, значит, это никакого... Весь побелело, посветлело, выцвело. Оно, благо, не размокает. Ну, как? Оно потом, может, немножко размокало. Оно вроде как не трескается, когда высыхает. Но оно не мылится. Что, блин, это за мыло? По составу-то оно одно и то же. Там только что вот отдушка разная. И краситель разный. А так одно и то же. Что и то? Виноградное. Гринвей, вы что такое делаете? Супервраг. Я советую тебе вот это мыло. У меня уже наверняка есть какие-то супервраги. Вот знаете, года три назад. Иду по цветочному, никого не трогаю. Слышу так себя в спину. Септаниха! Вы что, блин, думаете? Если я в очках, то я глухая? У меня закончилось. Ну, тут, может, еще на раз осталось. Октябрь-то еще. О, котябрь-то еще ведь не закончился. Октябрь. На что похож? На котябрь. Котябрь. В общем, котябрь-то еще не закончился. Почему котябрь? Я вот сегодня кошку скормила. У меня от одной кошки прилетел донат. Для моей кошки. А я решила поделиться этим донатом с другой кошкой. Ну, как бы, я вообще люблю кошек как-то вот. Короче, у меня тут есть, что у нас сегодня вообще? Двадцать восьмой. Я вчера должна была получить с Азона свой мармит, который в Аскоплав, но который я уже третий раз пытаюсь в разных местах заказать. И все, он никак до меня не дойдет. Ну, Азон мне сказал, слушай, мы решили перенести доставку. На хрен знает когда. А я страдаю. Я хочу самопальный шоколад освоять. Хрен ли. Дэй-то-дэй-кэр. Соль-лимон. Айурведическая зубная паста. Отбеливание. Сто грамм. Я ее брала в деревню. Она дофига экономичная. До хрена надолго хватает. Тут осталось совсем чуть-чуть. На раз-два я обчелся. И она у меня в пустых баночках, как тебе. Хорошая зубная паста. Что-то меньше 100 рублей стоило. 60 с чем-то. Хрен знает. Вообще, я ее покупала в одном магазине, который мне очень нравился. Называется «Нужные вещи». Раньше он был очень крутой. Там цена на товаре написана такая-то. Придешь на кассу, такую и заплатишь. А потом цена на товаре написана такая-то. Придешь на кассу, а там решат. Ну, мы подумаем. Взять такую цену или в три раза увеличить ее. С какого-то перепугу. А товар-то как бы лежал до конца января следующего года. А так-то такая зубная паста три года живет. Так. У меня тут сюда пойдет то, что я юзаю еще не до конца. И то, что как бы уже налито другое. У меня она не была, по-моему, а нет, она была заявлена в уход. Это мне подарила Света из Москвы подписчица. Гель очищающий для лица, лаванды, алоэ, вера, череда, лаванда. Производство у нас мастерской Олеси Мустаевой. С мастерской Олеси Мустаевой меня как-то познакомила давно другая подписчица, по-моему, та, которая ко мне еще на механку приезжала в гости. Верующая в лёльку. Верующих в лёльку немного, но это те, кто вот это мне что-то подкидывает. Ну, в общем, одна верующая в лёльку познакомила меня вот с этой штукой. А другая верующая в лёльку подарила мне эту штуку. Ну, я что-то долго стояла в закладках, в смысле, в запасах. Я вообще про него забыла, тут думаю, блин, так охота какую-нибудь пенку купить, что ли. Я сама сделала, у меня же мыльная основа, если надо самой сделать пенку, уже как бы дошла до того уровня, что можно уже сделать самой пенку. Лезу за мыльной основой, достаю вот это вот. Думаю, блин, у меня же есть такая штука. И слушай, зритель, такая фигня офигенная. Она, конечно, не гелеобразная. Там совсем другая как-то внешняя пенка выходит. Она так вкусно пахнет лавандой. И когда у меня пару раз болела черепушка моя, ну, у меня же сильная мигрень, и сейчас тоже, кстати, мигрень, ну, как бы это, когда сильнее, когда ещё не очень. И если я помою голову холодной водой, то мне будет счастье. Ну, не всегда, но бывает. И я решила помыть голову вот этой. Я умылась, думаю, блин, так лавандой пахнет, такая офигенная. Думаю, если я помою голову, может, она пройдёт. Я не помню, прошла ли голова, но волосы выглядели вообще шикарно. Вот такой вот конкретный шампунь дважды помыла. Потом я руки мыла иногда, потому что выдавливать удобно. Но бывают такие моменты, что ногти длиннее, чем нужно, чем обычно. Асэмерные такие ногти. Я тут, правда, пару раз мыла посуду в перчатках, но перчатки оказались внезапно хоть и новые, но дырявые. Бедные мои ноготочки. Короче говоря, берёшь мыло, а у меня как раз это было виноградное, гринвейевское, из прошлого обзора пустых балочков за хрен знает сколько месяцев. И это виноградное мыло под ногтями оставалось. Думаю, да блин, мне удобнее какое-нибудь такое. Я фига кснаю руки. Такая штука крутая. Кожу не сушит. Когда умываешься, кожу вообще не сушит, не стягивает. Отличная такая штука, в общем. В общем, советую, если что, лаванду. Мастерскую Олеси Мустаевой. Свете, спасибо за возможность попробовать. Так, у меня тут ещё одна штука от Светы. И даже не одна. И тоже это с какой-то там посылки, фиг знает, у меня там три, по-моему, от неё были посылки. Это то ли с первой, то ли со второй. И это также. Вот у меня был там наборчик такой. Там была маска, которая может быть скрабом, чем-то ещё. Ещё какая-то умывалка была. И вот это вот маленький такой бочёночек. Масло. Баттер. Яйца, масло сливочное и что-то ещё. Масло для тела. Бодибаттер. 10 грамм. На этих 10 грамм дофига так долго хватало. Я хотела его сначала использовать, ну как вот, пару раз бальзам до губ. Ну, ощущение невкусное на губах. Какое-то ощущение вообще. Потом я ему пользовалась, как вот, ну, руки там намажать что-то, ноги, ещё какую-то часть. Тело, а потом лицо слегка намажать. А потом как-то про него забыла. Тут сунулось. Смотрю, у меня там этот бочонок стоит. Прикиньте, он ещё так это вот там. Я думала до конца. А там вот, ну, такое полукрыжевое. Вот как если бы туда маленькое куриное яичко. Фигакнули? Ну, не куриное. Ну, бывают такие маленькие курочки. Вот у нас у соседей, которые сейчас уже года три как переехали с деревни в город. У них были такие маленькие курочки. Они поменьше, чем обычные курочки. Побольше, чем цыплятки. У них были такие маленькие яички, но не побольше, чем вот, допустим, перепелиное. Вот сюда бы встало. Как раз. Если вы извращённо внезапно подумали, что встать могло что-то другое, но это ваша проблема. Так вот. Такая шикарная штука. Это у нас корейская хренатень. Too cool for school. Яйца, масло, что-то ещё. Масло, ну, масло как бактер и масло как жиденькое такое. И вот яйца. Это всё смешанное. И вот такой вот бочоночек. И я им мазала в итоге руки. У меня же сейчас пошёл такой момент. Забыл вовремя помазать руки, а я одно время что-то недели, две или три мыла посуду без перчаток. Бедные мои ноготочки. Учитывая, что семена чья я что-то как-то уже практически месяц к еду не добавляю. Ну, совсем чуть-чуть тут борщик варила, туда зафигачила. И вот когда семена чья лопаешь, ноготочки хорошенькие. Даже если посуду моешь без перчаток. А семена чья не лопаешь, ноготочки давно у меня не слоились. А вот тут стали слоиться. Я беру, что-нибудь там монтирую. Я давно уже что-то не тайпила, не клинила, не переводила. Как-то у меня не получается. Всё, что-то как-то на ютуб торчу. Что-нибудь там монтирую в ноутбуке. И вот руки надо протереть. Намазать. И я так раз этот бочоночек совсем чуть-чуть. Он так хорошо впитывает. Так хорошо вообще руки увлажал. Вообще шикарная штука. Он может быть уже просрочился, потому что хрен знает до какого у него был срок годности. Я не нашла. Но там после вскрытия 12 месяцев. Но после того, как мне его подарили, по-моему, и первый раз я вскрыла, уже прошло 12 месяцев. Но с ним ничего не случилось. Он приятный такой аромат. Очень хорошо, быстро впитывается. На руках не ощущается никак. Очень крутая штука. Спасибо, Свете, за возможность попробовать. И вам, если что, советую. Так, следующее. У меня как бы они вроде как не были заявлены на парфюмы месяца. Но у меня одни духи закончились, а мне чего-нибудь такого хотелось. Я залезла, думаю, есть у меня что-нибудь такое, что наполовину начатое, можно даюзать по-быстрому. А у меня тут Сальвадор Дари. Насколько помню, тоже о цветах. Бобень с головой из роз. Приятный аромат. Сначала, когда нам подарила, как-то он понюхал, но я не прониклась. У меня еще там три от нее было этих долишки. И у меня как раз близкие родственники. Говорят, слушай, у тебя никаких духов нет. Что-то все закончилось. Деньги поджимают, а хочется. Я говорю, вот, тут прислали. Какой подойдет, забирай. Я за что-то такое забрала, я не помню еще. Но баба с головой из роз ей не понравилась. Там еще губки были, губки ей тоже, видимо, не прониклись. А губки Лагуна, губки у меня еще там стоят. Они будут, наверное, на уход на парфюм в ноябре. А баба, значит, с этими самими, с головой из роз. Что-то я ее так достала, я так понюхала. Думаю, блин, а не что так? Я ее на себя напрыскала, и как-то вот она у меня очень быстро ускакала вся. Но так как я люблю вот такие флакончики, которые вот, ну, во-первых, его можно, наверное, когда-нибудь отмыть, а потом туда свои духи какие-нибудь попали зафигачить. Поэтому флакончики, у которых нет вот этой спрейки, а вот просто там открутил или отодрал, достал, то я их сохраняю еще не такие красивые флакончики. И, короче, из спреек я, по-моему, только крышечки от цветочного диска и фрошей снятость сохранила. Ну, и еще один флакончик он у меня в ящике с бельем постельным лежит, чтобы так вот остатками пахнуть. Короче, в общем, оно у меня закончилось. Насчет самопальных духов. У меня сейчас столько всяких духов, благодаря вам, дорогие зрительницы, что как бы это... Самопальные духи я еще долго не буду самопалить. Но хороший такой. Вот он, коробочка. Коробочка пойдет на сожжение в сад, а флакончик останется у меня. Спасибо, Светочке, большое за такие дужки. Так, и еще у меня закончилось. Это, наверное, первые такие дужки, которые вот мне дарили подписчицы, которые я так очень быстро уделала. Дайзидрим Марк Джейкобс. Меня в комментах какие-то мои зрительницы ругали, что я его сравниваю с Фаберлик и с прочими каталожными по запаху. Ну, там, с Ифрашея в том числе. И одна ругала меня, что я такая тупая, не знаю, что такое люкс. Ну, я не буду оправдываться. Пусть они думают, что я не знаю, что такое люкс. Да. А другая сначала уверяла, что Марк Джейкобс – это суперлюкс, а потом говорила, что это вот такое вот прям днище. Ну, наверное, да, днище. 100 миллилитров за 4 тысячи рублей на Озон можно купить. Кому-то 4 тысячи рублей за духи – это вау, супер, а кому-то 4 тысячи рублей – это совсем фигня. Если за тебя это совсем фигня, подкинь мне бабла, пожалуйста, на новую камеру, которую я вот сейчас куплю. И да, хочу сказать спасибо, Аня, за донат. Та, у которой кошка Лисовета придавала моей кошке резкий привет. Так вот, если ты, зритель, дофига богатый, смотришь меня и не знаешь, как сказать мне спасибо, вот девочка одна из Германии долго думала, как бы мне сказать спасибо. И пнула меня, и я возродила свой Donature Alerts. Он будет вот здесь вот облачком таким, с текстом, там спасибо Ане будет за донаты, вот это вот всё. А ещё ты можешь внуться в инфобокс, найти там эту ссылочку, Donature Alerts, бла-бла-бла, и в форевру, слэш и так далее, ткнуться туда и подкинуть мне, допустим, на моё накопление на камеру, потому что, в принципе, это же всё для канала, или просто, допустим, на чай, или сколько не жалко, сколько хочешь. Я буду тебе очень благодарна. Если тебе религия запрещает на Donature Alerts, ты можешь поддержать меня на Boosty, платной подпиской, допустим, на АСМР, 200 рублей в месяц, из них 180 получу я, и 20 рублей получит Boosty. Я буду как бы чаще списать АСМР, и у тебя вот при этом первым доступ у вас, если вы тут подпишетесь, вот в приоритете доступ, вот сначала вы увидите, а потом все остальные. А если вы любите хавчики на камеру, то можете приобщиться к Грише и поддержать меня на Boosty подпиской 300 рублей в месяц. И хавчики на камеру вы будете смотреть чуть раньше, чем все остальные. по ссылке туда. Потому что сначала выходит на канал, а потом я туда тыкаю ссылку, а на канале оно публикуется, допустим, спустя часов 5. Или даже спустя сутки. Ну, также там можешь кинуть мне биткоинов, если ты вдруг обладатель, счастливый обладатель биткоинов, и думаешь так, а вот хотелось бы мне лёргий кинуть биткоинов. А возможно ли такое? У вас можно ссылочка в инфобоксе. Ну, номер, кошелька. Ну, или каким-то иным способом. Я ВКП могу от тебя получить, если хочешь. Яндекс.Деньги, которые теперь юмони. Карта Сбербанка. Если знаешь номер телефона билайновский, то система быстрых платежей тебе в помощь. Ну, и вернёмся к последней пустой баночке. Дайси Дрим. Слушайте, он на холоде. Он так офигенно открывается. Обалденно вообще. Вот сначала он был тупо цветочный. Но я тут еду на велике. Попрыскалась на себя с ног до головы. Ощущение, будто весь флакон выпрыскало. Но тут всего лишь 30 мл было. И куча вот этих выпрысков было совсем ничего. Огромный флакончик в 30 мл. Обалденно красивый. Обалденный аромат. Он унисексовым ароматом. И реснуар чуть-чуть в самом холоде открывается. А сейчас вот все эти нотки, которые цветочные открывались до этого, в жару или более-менее тепло, они не чувствуются. Он пахнет даже какой-то малинкой. Немножко отдаёт классическим цветочным диском. Красненьким. А ты, фраше, снятость. Обалденная штука. Если бы я знала, как этот флакончик применить, я бы его оставила и что-нибудь бы с ним сделала. Но так как я не знаю, что с ним сделать, хоть он и красивый, я, наверное, его отправлю на переработку. Ну и если кто-то есть, кто коллекционирует красивые флакончики, можете дать мне знать в каментах. Я вам пошлю за пупырь в пупырку. Почтой России. Даже вот если что, вот прямо в этой коробочке. Ну, не в ней смысле. Там всё равно будет какой-то почтовой пакетик или типа того, но зафигачено в эту коробочку. Вот такие у меня пустые баночки. Котября. Этого года. Вроде как бы и не особо и много. Но при этом... И что обозреть. Спасибо тебе, зритель, если ты осилил до конца, несмотря на то, что я там в конце ролика сказала, ты можешь поддержать меня донатом и приблизишь покупку камеры желаемой. то спасибо Шуасилю. Ну и пока. Не забудь поставить палец кверху. Продолжение следует...